Ну что ж, всем привет, друзья! Меня зовут Пепсик, и сегодня я расскажу вам, как сделать одного уникального кромпета. Как вы можете заметить, я нахожусь сейчас где-то летом в деревне, и здесь очень много животных. Но помимо всего этого, вы должны понимать, что ровно через неделю будет Пасха. И что это значит? Это значит, придет то время, когда надо будет красить яйца, подготавливаться к этому празднику, и это будет просто супер. И в честь этого я подготовил для вас нового кромпета. Итак, давайте сначала пробежимся немножечко по этой локации. Я, конечно же, понимаю, что эта локация не у всех открыта, но она вам и не понадобится. Давайте просто пройдемся и посмотрим, какие животные здесь есть. Вы, наверное, уже догадались, какое животное я сейчас ищу. Но для тех, кто не понял, это курочка. Мы попытаемся найти курочку для того, чтобы забрать у нее яичко. Да, кстати говоря, очень важная информация. Возможно, к моменту Пасхи выйдет обновление в Тока Бока, и там можно будет красить яйца. Причем красить их можно будет в любой цвет с помощью специальных красителей. Ну, это вот такая информация до меня дошла. Разработчики пока что только думают, будут они это добавлять или нет. Но, я говорю, возможно, такое появится. Так, какая-то кнопочка. Нажмем на нее. Что она делает? А, она просто выключает свет. Какое странное тут освещение. Ладно, еще и с задержкой. Итак, здесь у нас есть вот такие вот различные барашки. Точнее, это, наверное, овечка. Ого, я не знал, что овечка так делает. Я думал, так делает только корова. А это у нас маленькая овечка. Как называется, кстати говоря, маленькая овечка? Кто знает? Овцененок? Нет. Ягненок. Ну, просто кто забыл. Тут у нас поросятки вот такие вот сидят. Здесь у нас как раз-таки коровы. Можно даже попить немного молока. Прямо из ведра. Вот так вот. Отлично. Сейчас, наверное, спать захочется. Потому что всегда, когда попьешь молочка, хочется как-то немного спать. Ну, в общем-то, по-моему, курочек здесь нет. Стоит какой-то просто невероятный хипстер, который за всем этим делом, судя по всему, приглядывает. Окей. И здесь у нас, друзья, вот такой вот кромпетик. Но это не того кромпета, которого я хотел вам показать. Это я вам просто показал кромпета, который за всем этим делом следит. Ладно, давайте засунем его обратно в его квартирку. Здесь у нас есть вот такие вот различные бидончики молочка. Можно их тоже взять с собой. В одну руку и в другую. И, если что, прямо из этого бидончика вот таким вот образом пить. А можно переливать? О, можно даже переливать. Ничего себе. И можно отсюда наливать? О, я даже не знал. Так, ладно, хорошо. Не будем затягивать. Возьмем это молочко. Я вам сейчас покажу, для чего оно нам пригодится. Мы с вами выходим на главное меню. На меню выбора локации. И сейчас мы с вами отправимся к тем самым курочкам. Это у нас находится вот здесь. Как вы все знаете, это тот самый домик в деревне, в котором живет бабушка и ее семья. Итак, что же мы тут будем делать? Давайте посмотрим, друзья. Мы начнем, конечно же, вот отсюда. Как будто бы мы только-только что проснулись. Да, кстати говоря, кто заметил, я вот в таком вот прикиде, очень даже модном, просто с момента съемки последнего видеоролика я не успел переодеться, но я думаю, что это не проблема. Это даже в какой-то степени добавляет разнообразия. Итак, друзья, мы типа проснулись, проходим вот сюда, вот сюда, проходим дальше. Тут у нас сидит какая-то маленькая девочка, можем дать ей попить молочка. На, отлично. Бидончик один потратили. Так, нет, давайте, кстати, возьмем... Стоп, где радио играет? Давайте выключим его. Что-то шкварчит. Блин, бабушка, у тебя все сгорит. Зачем ты это делаешь? Господи, я это уронил. Какой кошмар. Так, бабушка, все, кулинария на сегодня заканчивается. Я думаю, что тут все готово, потому что бабушка абсолютно не следит. И дадим ей тоже молочка попить. Держи, попей молочка. Это из-под коровы. И теперь пустые бидончики поставим вот сюда. Пускай они будут стоять здесь. Бабушка, если что, отнесет их снова к коровам и, соответственно, наполнит. Кстати, друзья, интересно, что будет, если наполнить бидончик молочком и поставить на вот эту плиту. По идее, молоко начнет вариться. Или вообще убежит. Интересно, кстати говоря. Я ни разу этого не проверял. А может быть, проверим? Смотрите, тут есть молоко. Можно его налить? Да, смотрите, я налил. А давайте сюда тоже нальем. Кстати, интересный эксперимент. Реально. Ну-ка, нажимаем. Ну, по идее, должна пойти реакция. Что? Оно просто испарилось? Куда делось молоко? Эй, эй, эй. А кто? Так, стоп. Давайте еще раз. Куда делось молоко-то? Это так не должно быть. Ну, наверное, подразумевается, что оно убежало. Но, видите, оно просто куда-то исчезает. Ну, ладно, хорошо. Допустим, оно убежало. Окей. А если я воду налью, она испарится, интересно, или нет? А тоже давайте проверим. Вот, например, вода. Я наливаю, ставлю на плиту. Так, кран закрою. Да, она просто испаряется. Ладно, понятно, ничего страшного. Окей. Выключим пока что духовочку. Так, что ж, друзья. В общем, мы пришли вот в эту семью. Молочка мы принесли. И теперь взамен мы имеем полное моральное право взять отсюда немного яичек у вот этих вот курочек. Посмотрите, вот курочка и вот курочка. Где она? Вот они, две курочки. Так, если их потрясти как следует, яйца с них что-то не вываливаются. Ладно, хорошо, ничего страшного. Тогда мы у них просто возьмем из домика вот отсюда. Я думаю, что они не будут против. Видите, кстати говоря, яйца у нас одного цвета. То есть пока что их нельзя красить. Но в дальнейшем, возможно, можно будет. Так, этих курочек мы проверим. Здесь абсолютно ничего нет. Ну и все. Два яичка мы берем. И сейчас я вам рассказываю интересную и показываю историю, как сделать того самого необычного кромпета. И начнем мы, пожалуй, с самой первой локации, в которую мы сегодня с вами попадем. И, конечно же, это будет Котосвалка. Вот такой вот симпатичный парень. Очень хорошо одет, между прочим. Собирается сегодня немного сделать новых кромпетов. Посмотрите, кто у нас сегодня будет участвовать. Мы пригласили Леона, Риту, Зика и Нари. Да, четыре человека. Именно эти люди будут сегодня крафтить нам кромпетов. И, друзья, вы очень сильно удивитесь, что за кромпеты у нас получится. Парень пытается договориться вместе со всеми персонажами, но и остальные персонажи ни разу не против. Потому что, как вы все знаете, все они любят делать кромпетов. Итак, парень отправляется на почту, берет талончик для того, чтобы занять место в очереди. Но, как всегда, на почте никого нет. И поэтому мы сегодня первые. Проходим на почту. Как вы думаете, для чего? Ну, конечно же. Это же огромный склад, на котором лежит куча-куча различных предметов. Именно эти предметы нам и понадобятся для того, чтобы крафтить кромпетов. Смотрите, мы берем целых четыре яичка и свечку. Потом мы снова отправляемся на ката-свалку. И вот сейчас-то мы с вами запряжем тех самых персонажей, с которыми в самом начале договорились. Как вы видите, Рита, Леон, Нари и Зик уже построились. Рассчитались на первый и второй. И готовы крафтить кромпетов. Первым делом у нас пойдет Рита, потом Леон, потом Нари. И, конечно же, Зик. И можно, в принципе, начинать. Да, должен сказать, что для приготовления этих кромпетов понадобится свечка. Свечку мы смело отдаем для начала Рите. И она у нас будет начинающая. Опа! И у нас получился вот такой вот кромпетик. Окей. Так, что же у нас получится дальше? Давайте попробуем сделать то же самое с Леоном. Теперь приходит его очередь. Передаем ему свечку. И передаем ему специальное необычное яйцо. Хм, ну вы понимаете. И у нас появляется кромпетик в виде фиолетового такого яичка. Очень, кстати, симпатичный. И теперь следующее у нас Нари. Нари также передаем свечку. И передаем вот такое вот яичко. Кстати, под цвет ее футболки. Посмотрите. О, да. Получилось неплохо. Хорошо. И у нас остается последний, четвертый кромпет. И это у нас будет Зик. Передаем ему вот эти два предмета. И у нас получается четвертый кромпет. Друзья, напишите в комментариях, какой из этих четырех кромпетов вам нравится больше всего. Если бы, например, в своей коллекции можно было бы оставить только одного. Интересно ваше мнение. Ну и, конечно же, в принципе, на этом все. Друзья, что я хочу вам сказать. Прямо сейчас на ваших экранах вылезет 4 видеоролика. Нажмите на один из них для того, чтобы продолжить просмотр.